Жизнь посёлка Совхоз имени Ленина бурлит и кипит. Спортивные соревнования, турниры и состязания, концерты, праздники, интересные встречи, мероприятия. Каждый раз в этом уголке района происходит что-то новое и увлекательное. На днях впервые в истории населённого пункта состоялся яркий, красочный парад колясок. Дефиле считаем открытым! Аплодисменты! Первый в истории поселения парад колясок состоялся благодаря Наталье Тульевой, которая предложила идею его проведения, главе администрации и нашла поддержку. У этой семьи и коляска была самая сказочная. Мы подумали о том, что все будут наверняка принцессами, цветочками, ягодками, и решили выделиться и сделать бабу-ягу. Но, к сожалению, у бабы-яги сегодня режется второй зуб, поэтому нам пришлось найти и замену. Чуть позже семимесячная Василиса всё-таки присоединилась к празднику. Да, здесь было на что посмотреть. Маус-мобиль, клубнички, земляничный домик, королевский трон. Приехал даже цирковой фургон во главе с маленьким Буратино и бабушкой Карлсоном. Не только украшения коляски, но и костюмы – дело рук семьи Гриненьковых. Напрямую любовь подтверждается к внукам. И надо поддерживать детей, чтобы они чувствовали преемственность семейных традиций. Это наше настроение, наша фантазия, это наше будущее, такое яркое. Наравне с настоящими колясками на импровизированный подиум вывозили игрушечные, также украшенные в соответствии с требованиями конкурса. Семилетней Полине готовиться к выходу помогала мама. То, что за вечером могли сделать, то сделали, не вкладывая особо сильно какие-то материальные вещи. Жюри оценивало конкурсантов с разных сторон – оформление, костюмы и сам выход. Отдельные аплодисменты папе за художественную проходку. Определить лидера оказалось непросто. Как минимум пять из восьми участников получили максимальный балл. Поэтому было решено всех наградить душистыми ягодами и игрушками. Я думаю, что в следующий парад колясок у нас будет гораздо больше участников, потому что количество беременных девушек, оно увеличивается, по крайней мере, у нас в совхозе. Поэтому я думаю, что это один из элементов вощрения вот этих вот молодых мам, потому что они должны тоже жить какой-то жизнью общественной. В этот день свои заслуженные награды получили и лучшие ученики школы, победители конкурса «Пятерочка». В дневнике каждого из них – годовые пятерки. Это еще один способ, каким образом детей уже с начальной школы мотивировать на более высокие результаты в учебе. Я с первого класса, я 4 года, круглые отличницы. Ну, я решила участвовать, потому что я думала, что я что-то получу, потому что от меня много пятерок. Как и у любого ребенка, у отличников тоже есть любимые и не очень предметы. Оля, к примеру, гуманитарий. Ну, еще хорошо дается труд и русский язык. Это самое простое. Но сейчас лето, думать об учебе совсем не хочется. Пришла пора отдыхать, веселиться, набираться сил, ярких впечатлений и позитивных эмоций. А помогали в этом жителям поселения, пришедшим на праздник, самодеятельные артисты, народные коллективы местного Дома культуры. Татьяна Акимова и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ. Ты Россия, ты Россия, мать российская земля. Про тебя моя Россия, честь и славушка легла. Про тебя моя Россия, честь и славушка легла.